Добрый вечер, коллеги. Давайте начнем пресс-конференцию. Я подставлю наставника команды. Илья Петрович Воробьев, главный тренер «Хотинокова» 2-й. Владимир Васильевич Викунок, «Хотинокова», «Динамо Москва». Первое слово гостям. Динамо с победой. Когда мы два решающих гола привозим себе с вами. Мы сравняли 2-2, привезли. И четвертый привезли сами. Очень сложно. Спасибо. Ну, настраивались на игру. Все. Забили сегодня первый. Потом так всегда пропустили. Проигрывали. Выравнили. Вышли вперед. Еще один. Пропустили. Но, в целом, ребята очень-то боролись. От начала до конца. Противник перешел на игру в тризвенно. Мы, наверное, где-то с девятой минуты третьего периода тоже начали играть призвенно. Так играли все. Все в четыре. Там, наверное, концовки были немного посвежее. Поэтому и забыли эти головы. Но там повезло. В четвером пробили этот гол. В целом, ребята. Молодцы. Боролись. Играли. Все. Спасибо. Коллеги, представляемся. Задаю вопрос. Играет спорт, Илья Петрович. Ну, от кого? От кого? Наверное, от Кошкина. Ту человеку. Такого не ждешь. Считай, тут помыкнение. Ну, это вся ситуация. Да, это тоже не ждешь, что велич один с неудобно в средней зоне отдастся. Три-два. Тоже говорили, что здесь хоккей на маленькой площадке, что здесь первым делом здесь надо не подставить. Три-два. Это. Получается, подставили тройный уравлений. И Дереков. Ну, сколько там? Да там. Дереков есть, потому что они там ни конца не края в этом отношении. Спасибо. В следующий раз играют ребята. На ухолах. Сергей Мельничев, пятачком. С предсезонки тройка Ефремова была самой сыгранной. Почему все-таки разбили их и поменяли Ефремова с Игумовым местами? Ну, Игумов потел немножко. Игумов в той игре играл в четвертом звене, не был так задействован. Поэтому его двинули вперед, а Игумов как раз опустили вниз, чтобы он там поиграл в четвертом звене, немножко восстановился. Спасибо. Владимир Васильевич, в двух последних матчах по шесть голов до этого было не густо заброшенными шагами. Это что, какое-то второе дыхание открылось или чем объясните? То есть, понятно, пустые есть, но даже без них достаточно. Да нет, но у нас, я же вам говорил уже на одной из пресс-конференций, что мы как бы так более-менее стабилизировали состав. У нас три звена есть, вот на четвертой еще что-то там с ними делать. И поэтому интро шестереть, второй игрок, два голова забивает. Ну, синее регулярно там забивает. Все, поэтому немножко так пошло. Забьешь один, забьешь второй, потом закрепляется. Долой один забивает. Вот если ложечку от дегтя в вашу побед сегодняшнюю подлить, не держали мазяки на абсолютном большинстве. И это как-то удивило, что дают такому матчу расчистывать, да, бросать. Нас тоже удивило, что они вам отпускали. Все других закрывали, а тут мазяки на оставляли. Еще что я заметил, что вот после второго периода показала вас камера, выхватила на телеэкран, и вроде выиграли в этот период Динамо, но недовольны вы были командой, выговаривали игрокам и помощникам своим. В чем было дело? Да, я даже не помню, что я и помощникам точно ничего не выговаривал. Помощники не играют. Спасибо. Спасибо, передайте. Здравствуйте, Дмитрий Дятлов, тоже МАЧ-ТВ. Илья Петрович, вам вопрос. Вы проанализировали в целом ошибки, а вот в целом игрой команды довольны, если абстрагироваться от нескольких индивидуальных, которые привели к таким последствиям. Все-таки временами очень здорово смотрелись, временами не очень. Наши проблемы, да, связаны с физикой тоже, и с травмированными ребятами, потому что мы здесь игру держим, а вот дотянуть ее до конца, и опять не подставить, мы отчасти можем, но все время где-то не хватает. Волкин, у меня с собой ходить и повторю. Владимир Васильевич, вам вопрос. Владимир Бельквейн играл сегодня в маске. В связи с чем это связано? На раскатке сегодня его разбили. Зуб сломали, губы разбили. Кровь пролилась, все нормально. Следующий вопрос, коллеги. Илья Петрович, а в своей тренерской карьере вы когда-нибудь уже сталкивались с такой ситуацией, когда столько травм в команде, можно сказать, что это самая сложная ситуация в вашей карьере. Да, понимаешь? Чтобы там играли. Я говорю, что там все группа ребят, которые играют, которые мы не говорим, просто они вряд ли могут. Илья Петрович, тоже вам вопрос. Геннадий Величкин покинул клуб, он всегда был с командой на выездных матчах. Его не хватает энергии его, так или иначе? Или как вот в этом смысле? Ой, Игорь, давайте вопрос. Хорошо. Скорее, давайте. Еще вопросы? А, можно еще последний? Да, давайте. Владимир Алексеевич, много позитивного произошло за последние две игры. Вот можешь сказать, что в завершении Александра Ивановича вот его так долго ждали, пока он наконец наберет форму, тоже стал таким позитивным импульсом для всей команды? Ну, наверное, да. Видите, по результату. Или, может быть, это ответ на материалы СМИ, которые прямо предрекали вашу отставку за последнюю неделю много раз? Или вы не читаете? Коллеги, давайте по игре. Я не знаю. Чипачо же, видите, ответил на этот вопрос. А вы что ответите? А мне что ответить? Я вот на льду работаю. Спасибо.